Фондовые рынки Ну опасно, наверное, я так думаю Я бы хотела, если бы это было с какой-нибудь, с минимальными рисками Ну и потому что, потому что все-таки, когда деньги работают сами на себя, кто не хочет, все хотят Не особо доверяю, потому что есть знакомые, кто на этом деле уже как бы попадал Не знаю, я работаю обычно в банковских именно приложениях Прежде чем вложить куда-то деньги, нужно понимать и учитывать все риски возможные То есть, если в случае чего, человек должен понимать, что он сможет этот риск взять на себя Опасения не напрасны Только с начала этого года пострадали уже более 10 человек Суммарно люди потеряли 5 миллионов рублей И схемы обмана становятся все искуснее Как правило, схема обмана выглядит следующим образом Человек в сети интернет находит объявление о возможности заработать на инвестициях В дальнейшем связывается по этому объявлению с автором Который выступает, как правило, в виде так называемого брокера Либо оказывающий определенные советы по инвестициям В дальнейшем варианта развития событий два Первое, это вот этот самый лжеброкер Запрашивает информацию о банковских картах, счетах Либо просит человека установить некую программу на свой компьютер в последующем Тем самым завладевая его информацией о счетах И получает доступ к личному кабинету банка И похищает оттуда денежные средства Либо же перед человеком разыгрывается целый спектакль В ходе которого он получает имя пользователя, пароль Регистрируется на определенном сайте И длительное время видит о том, как якобы его деньги приумножаются При этом лжеброкер просит человека вложить еще и еще Оперируя тем, что при этом человек сможет заработать еще больше Как правило, ситуация завершается в тот момент, когда человек вкладывает туда большую сумму денег После чего лжеброкер пропадает со связи, оставив человека без денег Прежде чем начать работу с инвестициями, эксперты советуют в первую очередь Обеспечить себе финансовую подушку безопасности И пользоваться только своими деньгами А уже после делать первые шаги на бирже Каждый профессиональный участник рынка ценных бумаг Обязательно должен иметь лицензию и состоять в реестре Банка России Если его там не обнаружили, то это мошенник И доверять ему свои деньги ни в коем случае нельзя Кроме того, новичкам следует знать, что фондовый рынок – это не игра И доход не гарантирован Поэтому каждый шаг должен быть обдуман Избежать обмана помогут курсы по финансовой грамотности 17 февраля Банк России приглашает всех на бесплатный вебинар Вы сможете разобраться в принципах вложений И научитесь оценивать финансовые риски Будьте бдительны Дарья Пастушенко и Артура Щупкин Айс ТВ